Здравствуйте, дорогие друзья! Христос Воскресе! Близится окончание учебного 2021 года. И традиционно, к окончанию и сезона нашей передачи, и к окончанию учебного года, мы стараемся вновь и вновь подчеркнуть тему просветительской деятельности, ну, в частности, Самарской епархии, ну, и Русской Православной Церкви в целом. И традиционными уже стали наши встречи в конце учебного года с директором детских епархиальных центров, с отцом Дионисием Левиным. Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте! Христос Воскресе! Воистину Воскресе! На опережение. Мы решили сегодня поговорить о детских епархиальных центрах. Понятно, что заканчивается новый учебный, вернее, не новый, грядет новый учебный год, заканчивается этот учебный год. И мы с разных уже сторон, так или иначе, освещали тему деятельности некоммерческого фонда детский епархиальный образовательный центр. И говорили о том, каковы цели и так далее, так далее, задачи. Сегодня мне бы хотелось поговорить о детских епархиальных центрах, как о некотором пространстве диалога людей светских, подростков, юношества со священником. Я когда-то в 2005 году служил в храме и, соответственно, тоже, получается, работал в объединении детского центра в 15-м микрорайоне. Тогда детские центры были приставлены, порядка 10 штук их было на город и область. Сейчас сколько их? Сейчас, ну, официально лицензированных филиалов у нас 26, а место реализации программ, где так или иначе занимаются дети, это могут быть объединения при школах и при других учреждениях доп. образования по области, их больше 80 уже. Ну, фактически детские епархиальные центры в свое время стали следующим и очень логичным этапом развития системы воскресных школ. Потому что, если воскресные школы существовали при храмах как занятия для детей-прихожан, сложно было представить в воскресной школе детей, которые, чьи родители не посещали бы этот приход, потому что и занятия проходили в основном по воскресеньям, и занятия в основном проводили батюшка, матушка, может быть, кто-то еще из церковного притча. Система детских епархиальных образовательных центров – это возможность заниматься, ну, грубо говоря, не только законом Божиим, не только узнавать о православии, не только узнавать о православной культуре, основных особенностях православного вероучения, которые так или иначе касаются, в принципе, всех, через культуру, через историю, через литературу. Мы все равно, так или иначе, касаемся каких-то базовых принципов, понятий, терминов. Мы живем в России, мы живем в Самаре, и это естественно, это понятно. Но благодаря тем возможностям, которые есть у НФД, дети могут заниматься самыми разными направлениями дополнительного образования. То есть у нас дети поют, танцуют, занимаются спортом, занимаются творчеством. У нас на сегодняшний день больше 50 образовательных программ. Это огромный спектр возможностей для, в первую очередь, ребенка. А образовательные программы утвержденные кем, чем? Опять же, чтобы для телезрителей пояснить, а то сейчас подумают, что синодом? Нет, программы утверждаются директором и методическим объединением, но мы всегда обязательно все наши программы отдаем на экспертизу. Например, в крупные самарские учреждения, методические объединения, в Дворец творчества. То есть мы стараемся, чтобы наши программы были не только, с одной стороны, пронизаны вот этой вот идеей знакомства ребенка, культурологического знакомства с православием, но и соответствовали всем современным требованиям, предъявляемым к программам дополнительного образования. И, например, наши методисты регулярно участвуют со своими методическими разработками, поурочными разработками, со своими программами в конкурсах, известных конкурсах, да, всероссийских, таких как «За нравственный подвиг учителя», «Серафимовский учитель», «Сердце отдаю детям». И регулярно занимают высокие места, и призовые места, и сам вот я недавно принял участие в областном этапе всероссийского конкурса «Арктур». Это, ну, такой известный в педагогическом сообществе, абсолютно светский конкурс для, в принципе, там, номинации для любых работников образования. Я принимал участие в номинации руководителя образовательной организации по области, я занял первое место. Ну, это, да, спасибо, но это, я говорю, не для того, чтобы похвалить себя, для того, чтобы подчеркнуть, что детский ипорхиальный образовательный центр – это вполне светское и качественное дополнительное образование для детей. То есть мы соответствуем абсолютно всем требованиям, которые предъявляются к любым учреждениям доп. образования. Кстати, для родителей, я думаю, что они, ну, понимают, о чем я говорю, мы уже второй учебный год будем входить в систему АСУ-РСО и будем представлены в навигаторе дополнительного образования Самарской области. Это интернет-площадки, где представлены абсолютно все образовательные учреждения, и мы в том числе. То есть записаться на обучение в детский ипорхиальный центр можно не только придя непосредственно на вахту, да, в учительскую, но и через навигатор, что лишний раз подчеркивает нашу встроенность в общую структуру и, безусловно, абсолютно признанность НФД вот с педагогическим сообществом Самарской области. Если, условно говоря, ну вот люди, которые заканчивают, например, музыкальную школу, они получают некий сертификат, и с этим сертификатом, насколько я понимаю, они уже могут пойти дальше, поступить в училище, в консерваторию. Ну, сам по себе сертификат тебя автоматически в училище не зачислят, что бы ты там ни закончил. Это просто определенная база знаний, это определенный опыт, навыки, которые ты получил. Вот, конечно, сравнивать нас с предпрофильными учреждениями, а это музыкальные школы, Судьюшор, да, по линии спорта, нас нельзя. Нас проще сравнить с дворцами творчества, с детскими школами искусств, то есть там, где реализуются общеразвивающие программы, рассчитанные на год, два, три обучения. Мы также выдаем по итогам освоения образовательной программы сертификат, где указан и автор, разработчик программы, и сколько часов ребенок отучился по программе этой направленности. То есть все это, естественно, у нас есть. Но мы должны понимать, что также нельзя сравнивать школу и центр, детский и прохиальный центр, как это все равно, что сравнивать основное образование и дополнительное образование. Мы разными вещами занимаемся. Школа дает ребенку знания по основным программам, мы даем знания по программам дополнительного образования. Ну и плюс, вот я хотел, пытался немножечко вклиниться, насколько я знаю, ну, по крайней мере, в мою бытность, там, в далекие 2005-2006, помимо кружков, вот то, что мы называем доп. объединения, действуют еще и общеобразовательные, как сказать-то, вот, ну, классы, которые не претендуют на аттестацию, там, и так далее, но есть педагоги, например, того же русского языка, истории, которые могут подтягивать детей, то есть они могут, ну, то есть то, что сейчас, может быть, называется репетиторством, но репетиторство – это за деньги, а там это просто занятие, ну, скажем, более расширенной программой. Это вот сейчас происходит или не происходит? Ну, не совсем, не совсем, в первую очередь, конечно, подчеркну, что вообще, в принципе, все любые занятия в наших центрах происходят не за деньги, то есть благодаря субсидии, которые выделяет нам Министерство образования и тому, что сами здания содержатся за счет храмов, при которых они находятся, это, ну, это не маленькие деньги, да, дети имеют возможность обучаться бесплатно. При этом, конечно, мы с удовольствием и с благодарностью принимаем родительскую помощь, да, оказанную там в виде пожертвований в кружке или как-то еще на праздники. Естественно, ну, в принципе, любой родитель, чей ребенок занимается качественным доп. образованием, понимает, что... Учреждение на это тратится. Да, учреждение на это тратится, и тратится очень сильно, и родители помогают, мы за это всегда благодарны. Но если у родителя, например, приходит ребенок из необеспеченной семьи, у родителей там или многодетной семьи, нет возможности, да, там, сдать деньги, например, на те же костюмы, вот, да, на которые никто никогда не дает деньги на это. И у настоятеля, как правило, не хватает, и министерство на это тоже не выделяет средств. И родители, как правило, скидываются, да, конечно, на какой-то пошив костюмов. И если у ребенка нет денег, то, естественно, ему будет пошит костюм за счет других родителей, за счет средств прихода. То есть средства будут найдены в любом случае. Ребенок не останется неодетым, он не будет отстранен от занятий, ему не будет закрыт доступ в учреждение. Поэтому в этом смысле мы качественно и положительно выделяемся среди ряда частных образовательных учреждений, где таких возможностей этим не предоставят. А что касается вот программ, дублирующих школьные программы, то нам такие программы реализовать нельзя. То есть это может быть на уровне индивидуальных договоренностей, но реализовать программы дублирующие школьные в системе доп. образования мы не можем. Может быть, раньше было несколько иначе, но сейчас нет. У нас есть программы похожие, например, программа «Веселый английский». Но там дети идут совершенно не по школьной программе. Их задача почувствовать живой разговор на английский язык. Они поют песни на английском, смотрят мультфильмы на английском. Вроде бы как бы английский. Многие родители даже приходят, думая, что здесь некая система репетиторства. Но мы объясняем, что нет, если ваш ребенок терпеть не может этим заниматься, лучше не надо, лучше отдать его туда, где он будет реализовывать свои таланты. То есть это типа такого English Club, который сейчас в частном порядке, в высотных домах открываются. Да, конечно, но если в этих English Club родители, простите, будут платить очень серьезные деньги, то в наших учреждениях, в наших детских центрах... А я скажу, кстати, программа «Веселый английский» – это одна из наиболее популярных наших программ. Она есть у нас фактически во всех детских центрах. И в новых только что открывшихся, и в тех, которые уже давно функционируют, и в тех детских центрах, которые мы только планируем открывать, проводя опрос среди родителей, мы всегда получаем запрос на эту программу. Хореография, хор, английский. Программы, которые среди особенно малышей, ну, естественно, пользуются большой популярностью, большим спросом. Отче, не хочется всецело посвящать передачу каким-то таким официальным вопросам. Наши зрители, видя вас, ну, а я знаю вас, знают и видят человека молодого, не такого еще непрожженного чинушу, вот, которого, как правило, себе рисуют при упоминании слова «директор», да еще и фонда, вот, сразу представляется какой-то такой пиджак, вот. У меня есть. Ну, оно и понятно. Вот. Вот. Я знаю, и для наших телезрителей это будет, может быть, новостью, и можно будет зайти и послушать. Вы активно действуете, работаете в социальных сетях, в частности, в социальной сети ВКонтакте. У вас есть свой подкаст, который, насколько я слышал, даже что-то выиграл и победил. То ли грант какой-то, то ли что-то. Не совсем. Не совсем. Мы, действительно, я в течение этого года, после пандемии прошлого года, начал вести свой авторский подкаст. Подкаст называется «После отбоя», так группа ВКонтакте называется. Смысл подкаста в том, что я приглашаю подростков, правило, от 12-13 до 18 лет, и мы с ними беседуем, но беседуем не в поучительной форме, а я даю возможность подросткам высказаться, рассказать о каких-то своих насущных проблемах, взглядах на те или иные вещи, вопросы, на какую-то ситуацию. И, ну вот, хочется, чтобы взрослые услышали подростка, потому что вот извечный конфликт отцов и детей лично я вижу в том, что взрослые просто не слушают подростков, забывают, какими сами были подростки, но о подростке, естественно, не могут себя еще представить в шкуре, как говорится, взрослого, то есть почувствовать себя взрослым. Но дело в том, что есть небольшая разница, если подросток не может себя почувствовать взрослым, он этого не переживал, то взрослые-то были подростками. Нам проще. Нам проще вспомнить те переживания, тот максимализм, который мы переживали, те горечи от каких-то мелочей, которые нам сейчас кажутся мелочами, тогда вселенского масштаба казались нам. Вот, и поэтому мне кажется, что если взрослые, ну а получается, что основная аудитория слушателей моего подкаста – это именно взрослые, будут хоть немножко, хоть урывками, хоть как-то там по тайм-кодам слушать подростков, да, по каким-то там ключевым вещам, то, может быть, это упростит, да, вот эту ситуацию взаимоотношения, когда взрослые, ну, просто говорят, я не знаю, как мне до него достучаться, а нужно просто его услышать. Вот мы в преамбуле сказали в сегодняшней встрече, что ДИОЦ, да, детский пархиальный центр, это пространство, в первую очередь, диалога. И вот, собственно, этот подкаст является, ну, таким образчиком, что ли, да, мы выходим не просто на некую педагогическую платформу, да, когда садится за парту ученик или там, ну, не за парту, куда-то идет к учителю, чему-то обучается. А здесь мы видим, что руководство пытается выстроить диалог, священник пытается выстроить диалог с подростком, войти в его мир. И вот в связи с этим вот у нас не очень много времени остается, мне хотелось бы вот остаток нашей сегодняшней встречи посвятить именно этому. Что вы нового узнали о современных подростках, когда вы с ними общаетесь? Я сейчас отвечу на вопрос, но то, что упустил, скажу прям очень быстро, коротко. По поводу гранта. Грант выиграл мой приход, я подал заявку от прихода. Это известный грант православной инициативы. И, собственно, да, я подал заявку на оборудование студий звукозаписи, потому что, как оказалось, в Самаре огромная проблема со студиями звукозаписи для подкастов, потому что студии для записи вокала не подходят, телевизионные студии тоже не подходят, а студий звукозаписи, вот таких радиостудий, у нас в Самаре крайне мало, и в них попасть очень сложно. Сейчас вот, да, слава богу, мы грант выиграли, будем пробовать у нас в детском центре такую студию оборудовать. А второе, что хотел сказать, это то, что в целом мы в детском и прихиальном центре очень большое внимание уделяем работе в соцсетях. То есть, например, мы сейчас развиваем страничку в Инстаграме, проводим там прямые эфиры с теми же молодыми священниками, выстраивая, показывая, как можно выстраивать диалог учащихся, родителей и священника-педагога. Ну, а возвращаясь к подкасту, я узнал, что... Ну, во-первых, я узнал, что я не так далеко ушел от подростков. И очень много помню из своей подростковой молодости, оказывается, когда мы начинаем разговаривать. Я узнал, что подростки, я, в принципе, и раньше об этом догадывался, они очень интересные собеседники. С ними абсолютно интересно общаться. Я узнал, что... Точнее, даже тоже не узнал, а подтвердил на опыте, что подростки, слава богу, остаются такими же максималистами, такими же живыми и такими же борцами. Это здорово, потому что порой может сложиться впечатление, что они, ну, немножко инфантильны, что мир интернета, гаджетов их затягивает, что они уже не те, что они уже на что-то там не способны. Да нет, они те же, они способны, просто живут немножко в других реалиях, в другом мире, в другую эпоху. Но вот то, что я не знал и что я в полной мере ощутил, это то, насколько подростки загружены, зависимы от системы основного образования, от школы. Просто, мне кажется, если бы раньше мне предложили прийти на подкаст, я бы легко бросил вообще все. Я пропустил бы школу, сбежал бы с уроков, я, ну, отпросился бы на худой конец. Сейчас практически все записи приходится подстраивать мне под школьников, потому что они пишут, батюшка, сегодня у меня очень много уроков, завтра у меня день расписан, потому что после школы еще три секции и пять репетиторов, а вот в среду на следующей неделе с трех до четырех я могу. Когда застрекочет дрозд. Я в свой график вношу, значит, вот в следующая неделя, среда, с трех до четырех подросток может со мной поговорить. И самое главное, что, когда мы начинаем беседовать, если наша тема вскользь касается школы, даже вот у меня такая, ну, там, практика, я их спрашиваю, например, да, что вы себе пожелаете, да, или что вы пожелаете себе на будущее. Очень много пожеланий сдать экзамены, написать переводные, хорошо написать ВПР, значит, куда-то там поступить. То есть для современного подростка это даже не что-то надуманное, а это то, чем он действительно очень и очень живет. Он очень в это глубоко погружен. Вот в школу, в образование он боится отставать, он боится не что-то там, не пройти, он боится получить плохие оценки. Это на уровне невроза? Я думаю, что это уже индивидуальные идут вещи. Я сталкивался с ситуациями, когда подросток просто, да, до каких-то нервных срывов стрессует из-за каких-то процессов в школе. Где-то я встречал, что подросток, ну, просто, как это, гиперответственен к обучению. То есть даже разговаривая с родителями таких детей, они говорят, батюшка, да мы бы с радостью, чтобы он пропустил школу. Но он сам не готов к этому. Тебе скажут, где он таких подростков нашел? Сейчас же все подростки в ТикТоке, все подростки в гаджетах, в компьютерах. Учиться как раз в большинстве своем учиться не хотят, потому что современные, ну, те, кого мы называем звезды ТикТока. Вот я так и думал, вот я так и думал, абсолютно так я и думал, пока не начал разговаривать с реальными подростками, которые сейчас с 8 по 11 класс. Но я особо не выбираю. То есть есть вариант, ко мне можно просто записаться, да, то есть прийти, написать мне там в ВКонтакте, в Инстаграме, позвонить, на почту написать, сказать, батюшка, вот хочу поговорить. И есть подростки, которые так и приходили на подкаст. Иногда у меня происходил такой легкий катарсис, когда я понимал, что есть вот такая сумасшедшая интересная тема, и есть вот такой вот интереснейший человек. И если вот этого подростка и вот эту тему соединить, будет просто вау. И тогда я шел за подростком и предлагал, просил. Но то есть это не рандомно. Это вы, условно говоря, все равно ищете интересного подростка. Понятно, что такие подростки есть, но они не являются ли исключением, нежели правилом? Нет, вопрос только в том, любой подросток интересен. Ведь мы же говорим о внутреннем мире подростка. Мы не говорим о том, насколько у него... У него, может быть, язык не так подвешен. Вот, это, кстати, интересно. И это же не относится к его внутреннему миру. Это относится... Ну, вот мы же знаем из Ветхого Завета, да, был Моисей, был Аарон, да. То есть некоторым людям нужны помощники, чтобы их внутренний мир был услышан и раскрыт. И многие подростки молчат и не разговаривают с родителями не потому, что они не хотят с ними разговаривать, потому что не могут просто донести до них свои мысли. И, ну, ты это понимаешь только на записи. Только на записи. То есть это невозможно понять раньше. Потому что разговаривать заранее, это значит обречь запись на неудачу. Всегда нужно... Вот даже мы с тобой не беседуем, о чем будем говорить, да, перед студией. Мы говорим об отвлеченных вещах. Но это правило журналистики, оно элементарное. То же самое и здесь. Не нельзя разговаривать с подростком заранее. Поэтому, когда ты приходишь, садишься, начинаешь записывать подкаст, ты вдруг понимаешь, что, там, вот этот говорит очень бегло, а вот этот, например, там, заикается, а этот повторяет одно и то же слово. Но прелесть подкаста в том, что это не прямой эфир. И потом ты можешь вычистить на монтаже. Я никогда на монтаже не вычищаю смысловые вещи. То есть я не искажаю смысл нашей беседы, не перевираю посыл, который дают подростки. Я вычищаю только то, что слушателю будет тяжело воспринимать на слух, постоянно вот там слыша какие-то повторяющиеся фразы или слова. Отче, ну, в завершении нашей сегодняшней передачи, прям совсем у нас осталось несколько минут. Во-первых, мы проанонсируем нашу следующую встречу. Мы договорились, что вот сегодня, условно говоря, это была такая преамбула к большому разговору о том, на каком материале вообще можно с подростками, с молодыми людьми сейчас говорить о Христе, о Евангелии. Вот, потому что, ну, как правило, разговор непосредственно с евангельским текстом, то есть садишься ты с евангельским текстом, садится напротив тебя молодой человек. Не всякий молодой человек это выдержит, и ему это интересно, поэтому иногда надо искать такие очень гибкие подходы, вдруг неожиданно открыть для него уже мир совершенно как будто бы понятный и знакомый, там, книги, которые прочитаны, или фильм, который просмотрен, да, с позиции, что вообще-то здесь зашифровано Евангелие. Мы об этом поговорим в следующий раз. Но вот на сегодня, в качестве такой, ну, концовки нашей передачи, да, нашей встречи, что бы хотелось пожелать подросткам, если они вдруг нас слышат, или родителям подростков, которые нас сейчас слушают, вот, исходя из того, что уже год этому подкасту, что вот в качестве некого месседжа можно сказать зрителям и подросткам? Я абсолютно каждому родителю пожелаю не забывать, каким он был подростком, это главное. Вот как только ты начнешь забывать, как только ты начнешь думать, что да ладно, твоя проблема, она ничего не значит, это беда. Помни, что когда ты был подростком, для тебя эта проблема значила очень многое. И вот эта разбитая любовь, и вот этот вот там невыученный урок или какая-то еще ситуация, второе, подростки переживают конфликты с родителями не менее тяжело, чем сами родители. Многие почему-то думают, что подростку обидеть, там, маму или папу это расплюнуть. Нет, подростки тоже очень глубоко это переживают, это вот родителям. А подросткам, ребят, девчат, не бойтесь, вот это вот главный мой вам посыл, не бойтесь, не бойтесь разговаривать, не бойтесь выражать свои мысли, не бойтесь подойти к родителю и поговорить с ним, не бойтесь подойти к учителю и поговорить с ним. Не создавайте ситуацию, когда ком ваших недосказанностей, проблем, каких-то сложных переживаний, которые на вас свалились, ну, доведет до каких-то очень неприятных, да, трагичных последствий, но о которых мы тоже все знаем и понимаем. И второй посыл тоже, ребята и девчата, родители ваши были подростками. Это они сейчас, как вы, ну, уже, может быть, не так часто я слышу это слово, да, но тоже приходятся предки, да, это сейчас мы такие взрослые, но мы тоже проживали все то же самое, что проживаете сейчас вы. Вы ничего нового нам не расскажете, ну, кроме, как, может быть, какой-то площадки типа ТикТок, да, где мы не существуем, да, вот. Вот, не бойтесь разговаривать с нами. Очень спасибо. На сегодня время нашей передачи подошло к концу. С вами мы, дорогие наши братья и сестры, подростки, молодежь, прощаемся. Присоединяйтесь к нам в следующий раз. Храни Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова